всем привет это агент шоу меня зовут корреспондент коваль коваль здесь коваль сейчас пожалуйста не крадите цветы очень вас прошу я не знаю базилик у вас очень классный велик это ваш личный ее сына зачем вы ребенка отобрали велосипед я аренду я не беру сколько платите за аренду карманы деньги не важно тут же сумма не важно ну понятно всем привет привет вы знаете кто такая настя явлеева хочет блогерская какая-то блогерша еще какая-то ведущая ну короче какая-то но да у нее очень такая разносторонняя мимика кто из вас самый артистичный сможем повторить нет это как раз и добавит колорита смотри первая эмоция довольный а еще чуть-чуть жмем 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 до последнего так хорошо давай дальше негодование а ты вкладываешь эмоцию какую агрессия непонятное другое чувство вот это что за чувство мне кажется это я делаю хорошо нужно ниже чуть губки не знаю вера не получилось ну попробуйте о получилось так теперь внимание самое сложное хотя для вас наверное нет секс секс максимальный секс давай покажи что ты сейчас вообще всех вообще на жаркая жаркая девчонка давай мими образ ну неплохо неплохо все в принципе смотрите как все просто спасибо насти а у меня юрий зовут да ладно это настя это не я это похоже спасибо спасибо свиданечко да не отбирайте у детей велосипеды ладно всем привет меня зовут настя явлеева и вы смотрите агент шоу шоу в котором только самые крутые гости шоу в котором нет правил и формата шоу которое веду я российская актриса телеведущая участница и хореограф шоу comedy woman дочь военного поэтому ее ухажерам приходилось не сладко обворожительная и несравненная секс символ отечественного шоу бизнеса Екатерина Варнава кстати я безумно счастлива что ты пришла ты роскошна ты худая это мне уже не красивая фотография ну среди этих фотографий должна быть одна красивая ну фотошоп делает свое дело поэтому присаживайся сейчас мы с тобой побеседуем это все мне да да у тебя же длинные ноги мы специально подготовились для того чтобы тебе было комфортно обычно аплодисменты когда ты стране меня мне это не нравится но я уважаю тебя это неправда красивая попа и сиськи об этом знают все здесь обычно тоже мне приятно самой же нарваться на комплименты не ну что ж там скрывать на из когда ты меня пригласила на это шоу а Настя мне позвонила и пригласила на это шоу вот есть у человечка мой телефончик не знаю откуда человек непроверенный но тем не менее вот было мне конечно безумно приятно потому что ну ты у нас сейчас девушка популярная наверное самая популярная не только в соцсетях ты тоже катюша ну ты так подумала и решила а почему бы не хайпануть а почему бы не хайпануть вот сейчас мы собственно это и сделаем тем более я хочу понять что такое хайпануть наконец ну да я с удовольствием тебе это объясню в процессе нашей скромной передачки катюш ну смотри ты у нас такая красивая ты талантливая ты высокая ты необычная проплаченный человек ты не дослушала до конца часто ли тебе задают вопросы по поводу твоего роста по поводу твоей внешности чаще всего мне задают вопрос какое количество пластических операций я сделал какой ты знаешь их было много да потому что зарабатывать я стала достаточно рано потому что пластическая операция стоит денег вот когда ты тоже начнешь много зарабатывать и тоже начнешь меняться так же какие вот на твой взгляд что мне нужно поправить в себе на данный момент ничего ты слишком молодая красивая да мне немножко раздражает поэтому давай веди скорее свою программу я хочу домой ладно ты выигрываешь тем что твои ноги стройнее и длиннее чем мои поэтому у нас есть с тобой как бы так ну ладно посмотри на мои толстые коротышки у меня колени вот видишь зато есть попа это тоже импровизации для меня в том числе типа баттл ты настолько плохой блогер что на тебя даже не подписываются гадалки и онлайн мам онлайн мамочки ты настолько плохой блогер что нихера смешного не может сказать поэтому всегда убыстряешь свой голос неплохо окей ты настолько плохой блогер что тебя зовут николай соболев ты настолько плохой блогер что николай соболев отказал себе хорошо а ты настолько плохой блогер что кроме твоей мамы за той страничкой никто не следит. У тебя один подписчик, один лайк, один комментарий. И все от мамы? Да, конечно. Во-первых, у меня мама разбирается уже в соцсетях, это неплохо. Значит, ты настолько плохой блогер, что даже твоя мать отписалась от тебя и подписалась на меня. А ты ничего, Варнава? А ты ничего? Вот так, припорошила тебя сейчас. Ты настолько плохой блогер, что словом отписка твоя маман выписала тебя из квартиры. Маман это неплохо? Ты настолько плохой блогер, что даже твоя лучшая подруга Ида Галич звонила мне и говорила, что ты настолько плохой блогер. Ты настолько плохой блогер, что Моя зайка, давай я тебе помогу. Я настолько плохой блогер, что все свои несмешные видео записываю носом. Ну, вот так. О, это хорошо, Варнава. Я бы хотела попросить Арсюху налить стаканчик воды. Пожалуйста, Арсюша. Ой, а можно попросить Арсюшу? Угу. Это вот Арсюша. А помимо воды есть еще что-нибудь? А чего ты хочешь, моя радость? У нас есть шампанское. Вот Варнава мне нравится. Вот женщина пришла, девушка. Женщина? Женщина? 33 года. А все думают, что 35. У меня 27, а все думают, что мне 25. Ты настолько плохой блогер, что даже плохо врешь. Ну, честно. Я буду. Я буду сухое шампанское. Опа, добрый вечер. Как тебе? Я диспетчер. А ради этой программы ты вообще кого-то пришлось облажать? Ну, чтобы вот снять свою самостоятельную программу, организовать студию, заставить людей сюда прийти, прилично, хорошо одетых. Нет, Варнава, ты знаешь, в жизни можно всего добиваться самой. Просто ты попробуй. Да? Сделай первый шаг. Вот закрой глаза и представь, что ну, не обязательно для этого кого-то ну, любить, ублажать. Ты можешь взять и попробовать сама. И ты знаешь, вот очень даже неплохо получается. Я попробую. Попробуй. Я обязательно попробую. за самостоятельность. Короче, мы продолжаем цитату, как мы предполагаем, как она должна заканчиваться. Либо мы предлагаем свой вариант, либо ты знаешь, может быть. А, это типа всякие мужские такие... Да, это типа цитатник. Цитаты. Слово чести не нарушу, плюну прямо тебе в душу. Я не одинок, я свободен. Я богатый человек, я старый гомик. Ну, вот давайте... Потрясающе. Я не одинок, я свободен, потому что моя братва говорит мне, что я годен. Явно, ты встречаешься с рэпером, да? Я просто с танцором, понимаешь? Вот если бы у нас был какой-то танцевальный конкурс, я бы, возможно, тебя уделала. Поэтому у тебя стройные и подтянутые ноги, а я жирная и просто слагаю рейтинг. Послушай, а рэперы, ты знаешь, они любят таких женщин очень, как это сказать, ну, в стиле Ким Кардашьян, чтобы была красивая попа, красивая попа, красивая попа. Короче, поэтому можно расслабиться и просто быть жирной. В принципе, что я и делаю. Объясню тебе. Дело в том, что у меня нет выбора. Я, может быть, хотела бы быть с красивой попой, но дело в том, что у меня молодой человек такой говорит, будешь с красивой попой, я тебя брошу. Поэтому приходят, ну, вот такие младые люди. А какая у тебя сейчас попа? У меня ее нет. Ее нет. Все, вопросик на контроле, вопросик закрыт. Вот ты, допустим, сидишь на кресле, у тебя там будет выемка от попы, а у меня не будет. Мне приходится сильно, сильно напрягать, чтобы твой диван меня не отфутболил, понимаешь? Нет силы. Поэтому, Катюша, мы купили специально мягкие диванчики, чтобы тебе было комфортно. Девушки, не радуйте, что за вами бегает куча парней. Они все работают в банке, нехер было брать большой кредит. Может быть, так? Да, потому что потом его выплачивать, и вы, скорее всего, попадете в эту колею, будете выплачивать вместе, а зачем вам это надо? Вы молодая, может быть, даже и симпатичная, ну, и как бы, и так далее. Потрясающе. И у тебя свое шоу на ютубе, да? Да, окей. Будут выпуски, где-то с кредитом не сможешь. Так, ладно, вариантик. Девушки, не радуйтесь, что за вами бегает куча парней, потому что вы, скорее всего, дочка богатого бизнесмена, и вы страшненькая, они просто хотят высосать из вас бабки, ну, реально. Смотрю настроенных и думаю, какого ж хера я не могу перестать жрать эти пончики чертовы ночью, потому что мои ляжки просто уже скоро будут тереться друг от друга, блин, и мне постоянно нужно думать о том, какой ракурс принять, чтобы чертов целлюлит не попадал в объектив. Это же, по сути, готовый трек только что прозвучал. Да, это исповедь варнава сейчас была просто, понимаешь? Смотрю настроенных и думаю, ничего, сучки, после сорока будете такими же. Вот. Про себя? Я просто реалист, понимаешь? Ну, вот ты даже на меня сейчас смотришь и говоришь, ну, ты стройная, да, сучка? А я же понимаю, что, ну, пройдет какое-то время и... Все пойдет по херам. Все пойдет по херам, да. Как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций я не сделала, ничего не помогает, Настюш, возраст берет свое. Тебе сейчас 27? Да. Вот. Вот радуйся еще каких-то пару лет и все. Гулящая девушка как шоколадка... Ой, это пошло. Гулящая девушка... Понимаю, да? Да. Ну, что девушка говорит, давай! Сразу видно, у кого было, да? Гулящая девушка как шоколадка развлекается в непонятной ситуации и... траектории так сладко. Блин, я тоже хотела про сладкую сказать. Я топлю себя просто, я иду на дно варнава. Гулящая девушка как шоколадка в красивой обертке... в красивой обертке выглядит сладко. Победная волна. Ищите такую, чтобы когда умывалась, красота не смывалась. Ура! Ты заканчивала миссис или миссис? Миссис, миссис. Москва в кинституте стали сплавать, сейчас он университет. У тебя какое образование там? Я юрист. Преподаватель права. Права. Я закончила неаккредитованный факультет юриспруденции. Это вот судья. Да. Типа того. Не, ну как бы судьей бы я тоже имела честь. Честь быть. Быть, да. Если бы не твой талант, твоя харизма, а твое потрясающее чувство юмора и, возможно, где-то когда-то все-таки переспала с продюсером, чтобы попасть на телевизор. Чуть-чуть там, да. Просто попробовала. Если бы ты все-таки пошла работать по профессии и стала бы большим уважаемым судьей, то... Последствия, да. Последствия, да. Мы бы сейчас хотели все это воспроизвести, как бы все это выглядело. На экране будут появляться настроения, в которые тебе нужно перевоплощаться и продолжать зачитывать приговор дальше. Итак, судебное заседание по делу номер 387 объявляется открытым. Как будто флиртуешь с заключенными. Подлежит рассмотрению уголовное дело по обвинению. Анастасия... Анастасия Ивлеевой. Суд подходит... А суд проходит... Я такая сегодня глупая. Суд... Суд проходит под председателем суде... Екатерина Варнава. Ну, тихо. Подсудимая... Анастасия Ивлеева. Просьба свидетелям покинуть зал судебного заседания и дожидаться вызова в коридоре. В повлеклась и читаешь приговор эмоционально. Подсудимая, встаньте, пожалуйста. Вы имеете полное право вашу мать знать, сука, в чем обвиняетесь, в конце концов. В чем обвиняетесь конкретно вы? Возражать против обвинения, давать показания по предъявленному вам обвинению, сука, не по какому-то другому. Либо... Либо тишина, либо отказаться от дачи показаний. Я сказала тишина. Отказаться от дачи показаний себя и своих родственников ни хера не понятно, кто писал это говно. Так вот, которых... Круг которых определен закон. Пытаешься зевнуть, но не подаешь виду. При согласии дать показания... При согласии дать показания вам. Вам понятно, ваш брава? Манасаси? Мне... Понятно. Как будто это заклинание из Гарри Поттера. Подсудимая Анастасия Ивлеева обвиняется в чрезмерном привлечении внимания к собственной персоне. Как будто я эту исповедь читаю. Собственной персоне. Людей разных возрастов посредством всевозможных гаджетов и средств с действием интернет-подключений! Как будто говоришь тост. Вот это твоя тема. Вот моя тема. Подсудимая Анастасия Ивлеева обвиняется в чрезмерном привлечении внимания к собственной персоне. Аплодисменты! Секундочку. Людей разных возрастов посредством всевозможных гаджетов и средств с воздействием интернет-подключений! А давай теперь так, как будто ты действительно рада, что пришла на это шоу. Ну, давай так тогда. В нескольких показаниях зафиксирован факт воздействия гипноза. Осталось решить вопрос. Я обычно так радуюсь, Настюш. Что делает подсудимая такого, что ни один зритель, агент шоу Ничего себе! не может оторваться от своих экранов, пока не досмотрит этот, сука, выпуск. «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Варнава сломалась! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!